Друзья, да, ты пробудился, ты узнал, что такое пробуждение, ты почувствовал это. Неважно, какие практики ты использовал. Медитация просто тебя накрыла, и ты осознал и пробудился, осознал себя и пробудился, и увидел, что этот мир не тот, не такой. Ты увидел Творца, ты увидел, что этот мир игра, ты увидел, что все не настоящее, что твоя жизнь иллюзия. Неважно, друзья, ты пробудился, ты стремился, чтобы пробудиться, если тем более ты стремился, чтобы пробудиться, что ты использовал, психоделики, еще что-то, неважно. Медитация. Я общаюсь с людьми, которые на медитацию эти состояния использовали, в медитации попробовали грибы. Состояние одно и то же, ребята, ничего не меняется. Я это без грибов ощутил несколько раз, потом я пришел к грибам. И самое, что интересно, ребятки, если ты не будешь заниматься собой, именно собой, вот ты пробудился, ты ощутил тягу больше работать, сил прибавилось, у тебя просто отстегнулись деструктивные программы, у тебя вышли там демоны, еще что-то, неважно что. Тебе стало хорошо, тебе стало классно, и ты думаешь такое, сейчас начну кайфовать, как Женька говорит, кайфовать надо. Но я-то говорю, наслаждаться и кайфовать, это в состоянии осознанности. Ты должен быть в состоянии осознанности, у тебя ум должен молчать. У меня сейчас состояние самадхит, как называется, да, ум полностью молчит. Но он может говорить, то есть я не затыкаю его, ум это инструмент, он может начать говорить, то есть он, допустим, надо решение принять, еще что-то, он заговорить может. Твоя задача, этот говор не продолжать, то есть ты не должен идти у него на поводу. И также я могу присутствовать все время в тишине. Мне тишину создать элементарно, легко и просто. Это просто становится после того, как ты пробуждаешься. Но вот эту тишину надо удержать, ребята. Кто-то ее ощущает, кто-то видел, как ум начинает разговаривать, как он с тобой разговаривает, припирается. Кто-то видел, что ум это как облака пробегающие мимо тебя, говорит. Но запомните, если ты не будешь работать над собой, ни над кем-то, не заниматься кем-то, а именно над собой. И именно когда ты будешь пробуждаться, когда ты будешь, занимаясь собой, развиваться, именно вокруг тебя будут люди получать более какие-то блага. То есть хорошо людям не становится от тебя никогда, ты им что-то помогаешь или делаешь, а именно когда ты своей энергией вокруг себя создаешь ауру, которую ты образовал в пробужденном состоянии или в состоянии осознанности. И, ребята, вам обязательно нужно заниматься всякими разными практиками, даже после того, как ты пробудился. То, что ты занимался, там, йога или еще что-то, не прекращай это делать. Только ты уже получил, тебе открылись глаза, и ты увидел, что наш мир – иллюзия. Кто-то увидел Творца, кто-то ощутил неимоверную любовь, кто-то ощутил, что ты один, что ты есть все, что мы едины. Ну, все-то вот такие вот все моменты. И когда ты все это ощутил, ты увидел, что это игра, допустим, иллюзорна, что мы в компьютерной игре, когда ты все это увидел, твоя задача теперь – жить в этой жизни, потому что другой не будет. Жить надо именно эту. Но я всем говорю – кайфуйте. Но кайфовать – это не погрузиться дальше в работу, а именно кайфовать в осознанном состоянии, в пробужденном состоянии, в состоянии самадхи, то есть ум должен в этот момент молчать. И твои действия, не будь то поглощение еды, наслаждение вкусами, там, еще чем-то, да, движениями, в этот момент ты должен быть самадхи, тишиной. А если ты считаешь, что ты пробудился, и ты начал кайфовать, потому что тебе стало легче, блядь, ты обратно нырнул в иллюзию, в иллюзию ума, ум тебя наебет, он тебя обманет. Поэтому, ребята, когда ты пробудился, не забывайте, работа усиливается над собой, именно над собой, только над собой, потому что никого нету, кроме тебя, на самом деле. Только ты есть в этой вселенной, она сделана для тебя. Поэтому, друзья мои хорошие, не забывайте, не забывайте, когда ты пробуждаешься, твоя жизнь только началась, считай. И ты не должен забыть то, чем ты занимался, какими-то практиками, еще что-то. Если не занимался, ты должен начать ими заниматься, чтобы не было откатов, чтобы не было такого, что ты преисполнился тем, что ты увидел. Да ни хера ты не увидел. Тебе просто щелочка приоткрылась. Но, чтобы наслаждаться, ты должен заниматься собой обязательно. Без остановок. Концентрация, 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 концентрация. Ты придешь к самадхе. Ты придешь к этому внутреннему счастью, которое безостановочное, оно постоянно. Все время. Все, мои хорошие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кидайте донаты, кто может. Друзья, задавайте вопросы. Я стрим сделаю. Вот именно про вот это состояние, когда ты пробудился, когда ты осознал себя, да? Что делать надо? Запилим стрим через недельку, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!